Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала Дмитрия Микрофона И сегодня мы продолжаем проходить The Provisional Art of War Fast and Kohlberg Это уже третья серия Так, тут мы должны, наверное, на этом ходу объединить наши роты В батальоны, которые мы расфермировали Рассредоточили Так, и посмотрим, мы должны что-то делать с этой частью Нужно ее довольно-таки укрепить хорошо Все, они уже фортифицируются, строят фортификационные сооружения такие Что смогут Понаделывают там И будем наносить удары по вражеским отрядам с этих двух сторон Также мы попытаемся продвинуться уже за эти вью города И решить вопрос хотя бы чуть-чуть с восточной частью Нам, как я вижу, пришли еще подкрепления Это очень хорошо А также пришли тяжелые танки Но мы их рассмотрим попозже Давайте вначале вот тут Займемся Врагами так Тут Одни взводы Все разбито на взводы Они все разбиты Вот так Просто Вот этот фланг мы разобьем полностью Так, теперь двигаемся Четвертая поморская пехотная дивизия Прибыла Я думаю, она пойдет вот этим путем Потом мы ее передвинем Так, а вот эти части Через железную дорогу пойдут Захватим Дорогу Танки Ну то есть ПТ ПТ-САУ А тут 7 штук Су-76 И 2 штуки Су-85 Так, хорошо И продвигаемся к газовне Также подойдет артиллерия Я не знаю, по кому она пока будет бить А я думаю, по тяжелому По тяжелому вооружению И по пулеметам противника Так, 11-й пехотный полк Так Да, я думаю, вместе нужно было двигать их и все Только у них проблемы будут со снабжением небольшие Видите, зеленый такой Кружок Так, 7-7-9-9 Игнорируем потери И будем бить по противнику Нужно их полностью разбить Несмотря ни на что Также ПТ-САУ Подтягиваем Занимаем здесь оборону И также тут Занимаем оборону Тут уже есть некоторые укрепленные позиции Но наши дополнительно окапываются Так, ну давайте все артиллерии, что у нас есть Ведем удар по этим двум боевым группам Которые скопились А легкой артиллерии мы не дотянемся, скорее всего А нет, мы дотянемся Мы ударим по тяжелому вооружению противника С этой стороны Тяжелой артиллерии Мы ударим по мосту И легкой артиллерии мы тоже ударим по мосту Так, это что у нас тут? Все перепуталось Саперов мы назад возвращаем Так, 14-й пехотный полк Займет юг моста А 16-й пехотный полк Он разбитый такой, видите И он приблизится Так И он только с одной стороны займет А, позиция Так, это что у нас? 2-1 Первый батальон Так, и тут он укрепится Или он потом сюда пойдет Укрепится И будет пытаться как-то на себя отводить Артиллерию, корабельную артиллерию противника Больше у нас разделения на роты уже не осталось Хорошо Мы можем сделать понтонную переправу Но пока нужно что-то решить С вот этими ребятами Так, больше войск не пришло А, тяжелые танки Тяжелые танки Вперед Сейчас должно быть с ними особенно весело Они остановились на противотанковых рвах А, к информации Тут 14 из вторых Идеально У них противопехотная атака 30 Броневое воздействие 15 Он пробивает любой танк тут Но он был не для борьбы с танками А для борьбы с пехотой У него было очень мало противотанковых снарядов Так, броня 14 Я не знаю, пробьет ли в принципе его Даже тяжелые пушки Это вооружение моторизировано Медленное движение Хорошо Если просто мы сюда бы пошли Мы потеряли бы много танков За счет болота Зачем нам это надо Так, хорошо По тяжелому вооружению нанесли удары легкой артиллерии 1% только людей Погиб Ну это хотя бы что-то Так, тут наши советские войска пытались Рота советских войск пыталась атаковать Вражеские security взвода Ну то есть охраны взвода Видимо что-то не так пошло 12% людей мы потеряли Враг потерял 27% Хотя мы знаем, что security Ну то есть охраны отделения взводы Они довольно-таки слабые По 14% мы наносим урона Потихоньку К гоночным полям Продвигаемся По 43% Уничтожаем вражеской пехоты Захватили Мы ассессовцев даже Тут даже если пишет, что Отделение уничтожено То есть или рота уничтожена То не значит, что там все убиты 90% Ну то есть не 90% Но примерно 70% Это все или захваченные Или раненые Ну даже 80% Это захваченные Или раненые И тому подобное Так что Если кто-то уничтожен То не значит, что он убит Их отправят скорее всего в тыл Ну и так для них Война и закончится Где-то в лагерях Так, с ограниченными потерями Сделаем еще легкой артиллерии Удар Ну не легкой артиллерии А обычный Тяжелой артиллерии Мы опять ударим по морской пехоте Вот тут слишком опасный Такой момент Четыре отделения Четыре роты Которые ждут Чтобы атаковать Наши войска Мы ударим сейчас По ним тяжелой Артиллерией Ух, тут серьезно Я не могу их атаковать Тут очень много батальонов Батальонов Очень много батальонов С Как они называются? Господи С ополчением Так Закончим Запланированные атаки Сейчас я вспомню Скажу Форкштурм Вот Вспомни Я так Подвис чуть-чуть Так Четыре процента Войска мы убили Налет На корабли Шесть процентов Повреждений Мы нанесли Но мы еще Никого не потопили Я не знаю До конца Игры Или мы кого-то потопим Потому что корабли Ну Здесь Очень трудно топить Особенно То что у нас Авиации практически нет Никакой То есть Тридцать самолетов Тридцать бомбардировщиков Тридцать Из штурмовиков Против линкоров И Тяжелого крейсера Адмирал Шп Адмирал Граф Шп Ну то есть Это такое Теперь мы Возьмем тяжелую Артиллерию И все-таки Сделаем Так Обычной артиллерии Мы По морской пехоте Уже будем наносить Удары А вот тяжелой Артиллерии На Вот этом Полуострове Скорее всего Искусственном Будем Вести обстрел Так Атаковать мы больше не можем Мы продвинемся вперед И Оборону мы пока не можем Сделать Но Вот видите Тут огромное количество Резервных батальонов Которые Я уверен Они Смогут показать еще зубы Также и танки Которые могут Батальон танков Который может Скорее всего Смести два моих батальона Пехотных Если Если еще Сделать Еще больше Неприятностей Давайте отодвинем Знаете не хочется Лучше было бы Советские Войска Которые скоро Уйдут Их послать На пулеметы Так Опять удар по кораблям Бесполезный 11% Повреждений Ну Они все защищаются Они В принципе Не получают Никаких особо Повреждений Ну то есть 11% Это Ну На мосту Немцы потеряли 9% Солдат А там Огромное скопление Можете представить Сколько раненых У них Сейчас идет в тыл Отправляется в тыл 9% Потерь здесь Окей Седьмой ход Хорошо что мы Гору захватили И так же Церковь Скорее всего Она тоже дает обзор Но она там Разрушенная уже А вот о чем Я и говорил О танках О танках И резервных Бригадах Они пошли в атаку Потеряли 44% Своих Солдат Мы потеряли 31% С батальона Батальон Уже Не в рабочем Состоянии Фолькштурм Пошел в атаку Мы потеряли 16% Войск Вот это Да Как я говорил Фолькштурм Тоже сможет Показать Еще Зубы Сейчас они даже Могут Разбить Нашу армию Попытаемся Как-то Стабилизировать Ситуацию На фронте Нужно Главное Уничтожить Хотя бы Танки Противника Дальше Мы сможем Действовать Спокойно Вот Я хорошо Что на выступе Поставил Роту Одну Роту И Корабли Противника Выцеливают Ее Именно Ну ничего Сейчас моя дивизия Четвертая Поморская дивизия Придет Так же Как и тяжелые Танки И мы Начнем движение Вглубь Вглубь Города К вам еще Прибыли Подкрепления Все в руинах Как видите Информация 13 марта Какая-то Одна часть Города Превратилась В руины Передвигаем Группу Так Это Понтонные Мосты Пришли Два Полка Противовоздушной Артиллерии Там 76 Миллиметровые Пушки По 20 Ну тут 17 Их осталось Потому что Они шли По грязи И тому подобное Ну потом они Возвращаться Это вооружение Нуждается В транспортировке Хорошо И 37 Миллиметровые Противовоздушные Пушки Ну 39 Штук Ну уже Авиации У противника Нет никакой А это Как раз Командир Армии Пришел По дороге Они потеряли Два Отделения Пехоты Так Сосредотачиваем Третью Батальон С Третьей Поморской Не знаю Нам или отступать Это Сейчас будет Что-то жесткое Усиляем Усиляем Мы наши войска Нам придется Как-то отступить Но Враг Сосредоточил Тут огромное количество Своих Войск Я думаю Мы Вот этих Назад Отодвинем Ограничить Потери Одного Подразделения Вот эти Все Перейдут В оборону И Будем ждать Подкрепления Продолжаем Бить ПТ САУ Двигаются Пока По тылам Противника Занять оборону Я думаю Тут Им Не перекроют Путь Потому что Некому Так Тут Охрана Осталась ПТ Охрана Ну тут Взводы Несколько Взводов Вражеских Ну которых Мы Сносим На раз Два Игнорируем Потери И идем В бой Сразу Подтягиваем Артиллерию К газовне И от газовни Будем Бить По Резервным Резервным Резервному батальону Противника Одиннадцатый Пехотный Полк Тоже Подходит Сейчас Мы тут Все Все Решим Сейчас Быстро Все Решится Также Подведем Танки Сделаем Удар Танками При Поддержке Артиллерии Будем Бить Со всех Калибров Что у нас Есть Что у них В общем Есть Батальоны Фрикштурма Которые Себя Довольно Плохо Чувствуют Сделаем Удар Со всех Самолетов Что у нас Есть И Возможно Даже Попытаемся Их Пробить Также И тут Ну Легкую Артиллерию Я отменю Пусть Она сюда Ударит И поможет Нашим Солдатам Продвинуться Вперед Может даже Захватим Соленый Остров Сальт Айленд И Зайдем В тыл Пулеметчиком Они могут Оба атаковать Но Пока этого Не нужно Делать Так Обстрел Артиллерии Средней Артиллерии По Войскам Противника По этой Резервной Бригаде Нанес 5% Потерь Ну Не особо Мы пробились Но Хорошо Что Они Не Нанесли Особых Потерь В этой Части Начинается Бомбардировка Такая жесткая Бомбардировка 12% Войск Сразу Было Снесено А теперь Мы здесь Атакуем Ну Вот Что Называется Тяжелые Танки Ну Мы неплохо Танков Потеряли Но Мы пробили Бреж Мы потеряли Три танка Сразу Смещаемся Так Игнорируем Потери Сюда Подводим Инженеров То есть Начинаем Атаку С полным Игнором Потерей Которые Может Она нам Принести Подвигаем Поближе Батальон Который Уже Хорошо Снабжен Видите У него Зеленое Такое Зеленое Обозначение Опять Будут Потери Очень Серьезные Ну Нужно Бить Нужно Бить Артиллерии И все Без Этого Никак Давайте Легкую Артиллерию Мы Отменим Удары А вот Этой Ударим По тяжелому Вооружению Противника А Это Аляром Батальон Это Как Сигнализация Батальон Поднятый По Ну я не знаю Русский Не особо Знаю Так что Ребята Помогите Мне Аляром Тревога Вот Поднятый По тревоге Батальон То есть Он специально Сделан Для того Аляром Батальон Хорошо Что мы тут Можем Сейчас Делать Давайте Отрежем Противника Так Тут Ограниченные Потери А Здесь Нанесем Удар С полной Силой Которая У нас Есть 10% Потерь Нанесли Это Идеально Опять Мы Наносим Удары По кораблям Надеюсь Они Хотя бы Кого-то Уничтожат Так Защищается 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 Ну Просто Защищается 21% Опять Повреждений Продвигаемся Дальше По острову 7% Людей Мы потеряли Ну Закончились Раунды Ждем Хода Противника Перемещают Они Свои Войска К острову Они Понимают Что там Начались Кое-какие Проблемы Несмотря На то Что У меня Раньше Были Проблемы Именно Там Передвигают Они Даже Туда Танки Пытаются Защитить Редут Вот Этот Да Они Задолбали Уже Штурмовать Меня Всегда В этом Месте В следующий Раз Уже Не буду Солдат Сюда Ставить У них Довольно Низкий Боевой Дух И так Ну Наши Были Разбиты Можно Сказать Так Мы Потеряли Только 3% Солдат Враг Потерял 10% Это Ничего Страшного Нет Из-за Того Что Мне Главное Сохранить Как Можно Больше Ведей То есть Если Мы Будем Отступать Но Носить Им Огромные Потери Для Меня Это Приемлемо Вот Тут Наши Солдаты Получают Потери От Обстрела Противника Но К ним Приходит Сразу Подкрепление И Все Хорошо Ну Что Ребята Ждите Следующих Серий Будем Дальше Продвигаться В Центр Города Всем Спасибо За Просмотр С вами Был Дмитрий Всем Пока Субтитры